здравствуйте ребята меня зовут богатейший ди добро пожаловать в новое видео я так увлекся прибыльностью альткоинов в последний месяц что почти не обращал внимание на биткоин видео несколько дней назад мы говорили о том что биткоин показывает признаки слабости что его может ожидать дальнейшее падение по моему мнению сегодня ради интереса посмотрел что происходит оказывается мы пробили основную логарифмическую линию которая должна оставаться поддержкой для продолжения булрана как мы помним именно эта линия продолжила булран в 2013 году и эта линия служила сопротивлением в 2019 году и так далее мы множество раз об этом говорили совсем недавно мы ее пробили и дважды ее тестировали я обозначил эти тесты цифрами 1 и 2 2 раз неудачный это привело к продолжению падения и сейчас последняя линия cpr из трех удерживает цену это цифра 3 если эта цена не удержится если этот уровень провалится то следующий находится на отметке 47 тысяч четыреста шестьдесят пять долларов я обозначил его цифрой 4 если мы вернемся выше этой жирной красной логарифмической кривой то все будет отлично и нужно это сделать до конца этого месяца чтобы следующие линии cpr открылись выше предыдущих это будет сигналом к росту если же они откроются ниже предыдущих это может быть сигналом к падению однако есть и хорошие новости давай поговорим о них прямо сейчас австралийский пенсионный фонд начнет покупать криптовалюту конечно это не значит что они будут покупать только лишь bitcoin но скорее всего это будет bitcoin и эфириум может быть еще несколько других криптовалют мы уже видели несколько пенсионных фондов например в сша которые покупали в основном bitcoin иногда еще эфириум этот конкретный австралийский пенсионный фонд владеет активами на сумму в сорок семь миллиардов долларов если они выделят хотя бы один процент этих активов для конвертации в bitcoin это уже будет четыреста семьдесят миллионов долларов а если три процента это полтора миллиарда долларов а если пять процентов еще больше денег идет в криптовалюту еще один пенсионный фонд анонсирует инвестиции в криптовалюту мне сегодня сложно говорить я заболел поэтому не обессудьте если что-то не так sentiment поделился анчейн метрика для биткоина на этом графике мы видим что киты начинает покупать за последнюю неделю приблизительно 59 тысяч биткоинов было выкуплено крупными кошельками с балансом от 100 до 10 тысяч биткоинов то есть на этом падении крупные игроки купили 0,3 процента от всего доступного предложения биткоина очевидно bitcoin киты находятся в состоянии накопления прямо сейчас когда bitcoin падает как мы видим балансы их кошельков вот здесь например очень сильно падали в то время когда цена биткоина росла то есть они продавали на росте сейчас же когда цена биткоина падает они начинают его покупать хороший урок для новичков на этом рынке если мы зайдем на сайт комиссии по ценным бумагам и биржам сша то по запросу bitcoin мы можем найти целый ряд файлов от 23 ноября 2021 года и все эти файлы касаются морган стэнли морган стэнли это американский финансовый конгломерат не только банк но и владелец крупнейшего брокерского бизнеса в мире он управляет активами на сумму 1,1 триллиона долларов как мы видим очень крупный финансовый игрок что можно заметить изучив все эти файлы а то что во всех трех инвестиционных фондах с начала июля инвестиций в grayscale bitcoin trust со стороны морган стэнли драматически выросли они также покупают эти просадки биткоина пенсионные фонды финансовые компании крупные игроки выкупают просадки на биткоине в то же время предложение биткоина на биржах падает и сейчас находится на трехлетнем минимуме давай поговорим про эфириум которому тоже есть чем похвастаться 24 ноября он поставил невероятный рекорд с момента запуска механизма сжигания и айпи 1559 в августе активность в сети эфириума сожгла миллион монет эфира мы еще не достигли той точки когда предложение эфириума бы уменьшалась из-за этого сжигания но инфляция эфириума благодаря ему уменьшилась она упала с 4 5 процентов в год до 1 2 процентов в год сейчас чем выше будет активность в сети эфириума тем меньше будет инфляция в какой-то момент она будет сменяться дефляции с ростом использования эфириума и его продуктов так что до обновления эфириума влияют на него экономически однако до сих пор никак не решили проблему высоких комиссий работать с блокчейном эфира в принципе невозможно особенно если ты работаешь небольшими суммами именно этот момент отвлекает часть пользователей от эфириума на другие блокчейны например бинанс смарт чейн который я рекомендую сразу же выбирать в мета маски что касается эфириума есть одно событие в декабре которое может подстегнуть рост количества его пользователей наверняка ты знаешь что такое кристис это аукционный дом лидер мирового арт рынка сегодня он занимает 90 процентов рынка антиквариата и предметов искусства 23 ноября этого года у себя в официальном твиттере они объявили следующее в начале декабря кристис проведет аукцион nft построенных на блокчейне эфириума в качестве площадки они выбрали конечно же nft marketplace open sea забавный будет аукцион ведь люди будут предлагать свои ставки не в долларе сша как обычно а в эфириуме и я хочу заплатить 10 эфиров за этот и нефти нет я заплачу 20 20 эфиров 1 20 эфиров 2 продано да кристис видит сколько денег зарабатывают на аукционах и нефти тоже не хочет упускать эту возможность и такие нефти аукционы которые смешивают традиционный рынок искусства который зачастую неликвидный с ликвидным nft marketplace на эфириуме могут привлечь сюда множество новых людей и новых денег конечно же все это очень хорошо для эфириума и nft и раз уже речь зашла про nft давай плавно перейдем и в метавселенную где nft безусловно играют важную роль например земля и недвижимость метавселенной построены на основе nft есть такая компания как wilder world они строят настоящий майами в метавселенной но город называется вайами буквально вчера они объявили о том что в их городе что находится в метавселенной впервые появилась недвижимость люди могут покупать ее в виртуальном городе что дальше сначала ты покупаешь недвижимость в метавселенной а затем ищешь работу виртуальной реальности просто посмотри что они там строят это уже не майами это дубай и какие-то честно очень интересно было бы побывать в метавселенной в том виде которому она стремится в будущем пока еще рано конечно же экси инфинити доказывает нам еще раз насколько сумасшедшим бывает nft пространство nft земля в виртуальном мире стоит гораздо дороже чем настоящая земля в реальной жизни кусок земли в экси инфинити продан за рекордные почти два с половиной миллиона долларов ранее инвесторы которые покупали землю в экси инфинити за тысячи долларов наверняка не раз слышали что-то вроде ты сумасшедший это же ничего не стоит как ты можешь платить за это тысячу долларов сегодня эти инвесторы продают свои участки за миллион долларов также всем известный adidas присоединяется к доказательством экси инфинити что все nft предметы в метавселенной чего-то стоит он не просто заключает партнерство с coinbase но также и сэндбокс adidas собирается строить что-то в метавселенной сэндбокса и спрашивают у своего сообщества что ему построить в этом метавселенском будущем я думаю раз мы уже начали продавать землю и недвижимость метавселенной то почему бы не открывать магазин adidas в том же вайами который строит wilder world ровные пацанчики наверняка и в метавселенной будут так что три полоски виртуальном городе точно не помешает ну и закончим этим прогнозом от грей скейл мы с тобой уже не раз предполагали что игровая криптоиндустрия которая в том числе является частью метавселенной может вырасти до триллиона долларов на протяжении следующих трех-пяти лет грей скейл прогнозирует что метавселенная это возможность на триллион долларов сейчас она находится в самом своем начале но в будущем может оказаться триллионным рынком по мнению этого крупного инвестфонда в цифровые активы на этом все ребята меня зовут богатей щади надеюсь что ты хотя бы немного преисполнился оптимизмом на этом падающем рынке подписывайся на канал телеграм ссылка на который в описании под видео делись видео с друзьями комментируя обязательно богатей до скорого подписывайся на мой канал и э в Субтитры сделал DimaTorzok